Мы вчера все, я думаю, всем миром смотрели с замиранием сердца вот эти ролики, где ракеты и так, и так. В общем, это было просто супер. Гордость берет за ученых, за инженеров, кто это сделал. И вопрос на самом деле простой. Возможно ли в обозримом будущем вот эти передовые военные технологии применить в наше мирное время, в нашей повседневной жизни где-то, может быть, для повышения качества жизни людей? Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, я вот расскажу вам историю, откуда взялся тезис, когда я благодарил наших ученых, инженеров, рабочих за результаты их работы. Тайны тоже никакой здесь не раскрою. Когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по «Авангарду», это очень грозное оружие, межконтинентальные дальности, нелетящие по баллистическим траекториям, плотных слоях атмосферы и с просто невероятной скоростью свыше 20 махов. Свыше 20 махов. Я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом, убористым прямо, были и не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я так перелистал и говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит, это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось. И вы понимаете, даже я осознал в этот момент очень важную вещь, которая заключается в том, что мы не утащили где-то что-то и чем-то свинтили, а это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране. Это десятки предприятий и тысячи работающих. Это значит, что у нас есть такой огромный, работающий, генерирующий конечный продукт комплекс. Так же, как в свое время атомные проекты реализовывался, ракетные проекты. Чем закончился? Диверсификация была какая? Полет в космос, в конечном итоге выход человека в космос. Юрий Гагарин полетел. Конечно, это можно будет использовать, но, разумеется, или вот тот же комплекс «Авангард», о котором я говорил, действительно, ну фантастика, идёт со скоростью 20 махов в плотных слоях атмосферы, идёт действительно как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, и он управляется. На тысячи километров уходит влево, вправо, вниз, вверх уходит. Всё работает. Или лазерное оружие, которое я упомянул, вот так по-тихому в конце. Это, знаете, фантастика какая-то, гипербаллоид инженера Гарина. Мы все помним Беляева, читали, наверное, в детстве. Но это вот произошло в действительности. Можно? Ну, конечно, можно эти технологии использовать. Или вот мы возобновили производство Ту-160, сверхзвукового самолёта военного, ракетоносца. Ну, конечно, можно из него сделать гражданскую версию. В наших расстояниях, когда мы от Москвы до Владивостока летим дольше, чем от Москвы до Нью-Йорка, ну, конечно, это будет востребовано. Если бы не работали президентом, то чем бы занимались? Творчество, творчество. Сами готовите? И что в последний раз готовили? Постоянно. Я готовлю салат. Но такое вкусное, я потом угощу. Ловлю на слове. Как запоминаете колоссальный объём информации и цифры? А если каждый день этим заниматься, то это не представляет труда. Верите ли в народные приметы? Да. Что для вас лучший отдых? Ну, это ответ известный. Смелодеятельность. Когда всё-таки приедете на Чукотку? Говорят, там не были. Да. Приеду обязательно. Когда? Скажу отдельно. Новый год, не Новый год, без поздравления президента. Мы все смотрим в разных часовых поясах, в разное время. А что делаете в истории? Я тоже смотрю и жду выступления президента. Честное слово. Есть ли какая-то мечта, которая до сих пор не сбылась, но не получается? Ну, нет. Вы знаете, ведь каждый из нас, когда мы живём, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели. У меня известная работа и цель понятная. Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной и устремлённой вперёд. Когда бывает грустно, как поднимаете себе настроение? Работаю. В каком историческом периоде хотели бы оказаться, посмотреть, как там оно? Сегодня. Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Что для вас главное в жизни? Что для вас главное в жизни? Результат. Ну и последний вопрос от наших коллег-журналистов. В чём же всё-таки сила России? В людях. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появятся в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надеюсь, что всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора. А такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой неоправданно затратными. И в конечном итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает. С другой стороны, отмечу, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Ничего мы не нарушаем. Особо подчеркну, растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно, растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней. А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружения, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу, все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось. В России создано самое современное, опережающее на многие года, в отдельных местах и на десятилетия, самое современное оружие, оружие, которое способно преодолевать самое современное, существующее и перспективное системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, то, что создается на Аляске, предполагается к созданию Южной Кореи и Японии, зонтик, который предполагает противоракетную оборону, этот зонтик, ну, получается дырявый. Дырявый, и он не совсем зонтик. Я не знаю, зачем за такие деньги приобретать дырявый зонтик. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе. Россия к этому готова. Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность. Мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран. Субтитры создавал DimaTorzok